Все говорят нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня это так ясно, как простая гад. Родился я с любовью к искусству, отверг я рано праздные забавы, Науки чуждой музыки были постылены. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я под ножем искусства. Я сделался ремесленным, усиленным, наближенным постоянством. Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Так же трудами и успехами друзей. Товарищи моих в искусстве дивны. Нет. Никогда я зависти не знал. Он никогда. Кто скажет, что в царьере гордый был когда-нибудь завистником презренным? Никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений? Не в награду любви горящий самоотверженья. Трудов, усердия, молений послан. А озаряют голову безумца. Гуляйки празднова. О, Моцарт! Моцарт. Моцарт. А, увидел ты меня. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Давно ты здесь? Сейчас. Стой. Я шел к тебе. Нес кое-что тебе и показал. Но, проходя перед трактиром, услышал. Не мог не остановиться. Услышал скрип. Смешнее мой друг Сальеет и в жизни ничего не слыхивал. Слепой скрипач. В трактире. Разыгрывал бой чесо-пайпл. Прелесть. Ты не в духе нынче? Я зайду к тебе в другое время. Что ты мне принес? А, да так. Безделицу. На медней ночи бессонница моя меня томила, и в голову пришло мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось мне твое услышать мнение, но тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт! Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Так, сейчас. Ага. Так. Представь себе, кого бы, ну, хоть с меня, немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой и бездругом, хоть с тобою. Ты, ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача, слепого. Ты, Моцарт, не достоин сам себя. Что, хорошо? Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Боб, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось. Так, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Что ж, пожалуй. Смотришь, я жду. Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран был, чтобы его остановить. А не то, не то мы все покинули. Вот я, как часто жизнь казалась не с тех пор, сладостный рам. Как жажда смерти мучила меня. Что? Умирать? Я, Милу, быть может, жизнь преподнесет мне внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь. И вдохновенье я, Милу, быть может, золейшего врага найду. И, наконец, нашел я моего врага Моцарта. Меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу груш. Что, ты пасмурен сегодня? Я? Нет. Вроде обед хороший. Славное вино. А ты молчишь и хмуришься? Сказать? Мой реквий меня тревожит. Ты пишешь реквии? Давно? Давно. Недели три. Но случай странный. Не сказывал тебе я. Так, слушаешь. Недели три тому назад зашел за мной кто-то. Не знаю, почему всю ночь я думал. Кто бы это. И что им обо мне. На завтра тот же приходит. И не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, мучтиво поклонившись, заказал мне реквием. И скрылся. Я тут же сел писать. С тех пор за мной не приходит мой черный человек, а я и рад. Мне было бы жарен расстаться с моей работой. Хоть совсем уж готов мой реквием. Но знаешь что? Что? Мне совестно признаться в этом. Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мной он ходит, как тень. Вот и сейчас, мне кажется, он сам. Третья сидит. Ах, Моцар. Брось пустую думу. Знаешь, как-то Бомарше говорил мне. И слушай, брат Сальель. Как мысли черные придут к тебе. Откупори бутылочку шампанского. Нуль перечти женитьбу, Фигаро. Да, Бомарше ведь был тебе приятен. Ты для него тогда рассочинил. Вещь славу. Там есть один мотив. Я все пою его, когда я счастлив. А правда ли, что Бомарше кого-то отравил? Не думай. Он слишком был смешон для ремесла такого. Да. Ведь он же гений. Как ты. И я. А гений злодейства для вещей несовместны. Неправда. Ты думаешь? Ну, ишь. Я за тебя, мой друг. За искренний союз, связующий Мацанской с Альери двух сценарей гармонии. Постой, постой. Постой. Ты выпил без меня. Слушай же, Сальери. Слушай. Мой реквием. Ты плачешь? Эти слезы впервые лью. И больно. И приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Эти слезы, Моцарт, не вить их. Продолжай, спеши, еще наполнит звуками мне душ. Моцарт, не вить их. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже ли он прав? И я. И я не гений. Гений и злодейство. Две вещи несовместны. Тор Veronica, всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Экспериментальное театральное объединение Моцарт и Сальери.